Пятый музыкальный фестиваль на сопках Манчжурии в этом году прошел в парке Победы. Историческая площадка Струковский сад, где 109 лет назад состоялась мировая премьера вальса Ильи Шатрова, закрыт на реконструкцию. Первые наброски произведений Шатров сделал еще на фронте русско-японской войны после одного из сражений. Закончил писать вальс на сопках Манчжурии уже в Самаре, куда переехал Макшанский полк. Я просто восхищаюсь гением музыкантов, которые видели смерть своих коллег и сами были ранены неоднократно. И они остались, и душа, и их талант выдал такую музыку, которая живет не только в России, но эта музыка известна по всему миру, и именно как след русско-японской трагической войны. Первый текст к вальсу написал самарский поэт Степан Петров. Потом было несколько вариантов песен. Михаил Морозов уже не первый год участвует в фестивале духовых оркестров и с удовольствием исполняет вальс на сопках Манчжурии. Тот текст, который именно я выбрал, там несколько текстов, мне кажется, он самый тонкий, самый душевный. И думаю, вот в нем без лишнего пафоса пробуждает все чувства такого тихого патриотизма. Премьера вальса на сопках Манчжурии состояла в Самаре в апреле 1908 года. Поначалу публика довольно прохладно встретила это музыкальное произведение. Но уже через два года вальс Ильи Шатрова побил, как сказали бы сегодня, все музыкальные чарты. Впрочем, и сейчас эта музыка не оставила равнодушными никого. Я вижу такое более взрослое поколение присоединяется к танцам. Это прям что-то такое душещипательное, очень все приятно. Это подарок для всех жителей. Мы, конечно, с удовольствием, я имею в виду ветераны, пенсионеры, ходим на эти праздники. И действительно, как вы сказали, вспоминаем свою молодость. Всеми струнами души воспринимают эту музыку вальсовую, потому что это наша молодость. Молодежь уже не танцует вальсы, а мы танцевали и танцуем с удовольствием. Концертная программа фестиваля не ограничилась исполнением только вальса на сопках Манчжурии. Прозвучали и другие произведения времен русско-японской войны. А для погружения в ушедшую эпоху самарцам провели мастер-класс по вальсированию. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Продолжение следует...